И неужели вы думаете, что можно прерывать докладчика? Конечно, нужно. И кто это будет делать наиболее удачно, тот вместо меня просто будет рассказывать. А если серьезно, значит, самые провокативные вопросы будут соответствующим образом оценены. Вот как только я говорил о провокации, заходит мой сын. И получите призы, подарки, книжки. Не сберегательные, но тем не менее хорошие. И я призываю к тому, чтобы была дискуссия, чтобы был диалог. А теперь, собственно, о том, о чем мы говорили. Так вот, первые мероприятия, посвященные трагедии Бабьего Яра. Как вы думаете, когда произошли? Или в СССР, или в Украине? А когда? Чуть-чуть раньше. Еще раньше? В 1944. И интересно, что при сталинском руководстве не было особых препятствий, чтобы это произошло. Более того, были организованы колонны, рабочие, крестьян и так далее, и так далее. Но долго об этом я рассказывать не буду. В 1966 году, видно, что понимаете, о чем идет речь, произошли большие мероприятия в Бабьем Яру, абсолютно не в государственном, так сказать, режиме. Инициаторами его были представители украинской интеллигенции, как ни странно. А может, это и нормально. Значит, то есть, это Иван Драч, это Некрасов. Это вообще нужно сказать, что интерес к истории Бабьего Яра начался не с историков, а с деятелей культуры. То есть, вот когда появился Бабьяр Некрасова, когда появилась поэма Евтушенко, когда появилось произведение Шостаковича, вот тогда интерес появился больший и были легитимны у историков. И в 1966 году действительно были эти мероприятия, а потом было очень много общего между тем, что происходило в Бабьем Яру и тем, что происходило возле памятника Тарасу Шевченко. Потому что если на годовщину рождения или смерти поэта приходили люди, люди в штатском к ним приближались, спрашивали, почему не здесь, почему не возлагают цветы. То же самое было на годовщину трагедии Бабьего Яра. Проводили когибисты профилактические беседы. И это было странно с точки зрения мира и нормально для советской системы. Я не буду дальше вдаваться в историю и скажу только, что мероприятия, которые проходили в этом году, они были беспрецедентны по масштабам и при поддержке государства украинского. Но основной груз на себя взяли общественные организации. И в первую очередь Ukrainian Jewish Encounter, о чем я говорю. Мне очень приятно, что именно Канада сыграла важнейшую роль в том, чтобы это проходило как следует в Украине. И вот UGE организовала целый цикл, огромный проект. Автором концепции были Адриан Каратницкий и Павел Роберт Магочи. И он включал многие мероприятия, но мероприятия эти начались еще 23 числа раньше. И вот тут интересный момент, который показывает отношение к трагедии Бабьего Яра в Украине на постсоветском пространстве. Вы видите специальную презентацию книг и педагогический семинар в Министерстве образования и науки Украины. Представьте, это главный зал, зал коллегий Министерства образования и науки. Здесь вот это главный специалист Министерства образования и науки Раиса Евтушенко, которая отвечает за историю, за изучение истории в Украине. Она руководитель этого департамента. Я, который представлял и Ukrainian Jewish Encounter, и Институт Кума, и Музей Холокоста. И мы говорим о том, что сделано. А сделана уникальная вещь. Комплект литературы по истории Холокоста, по истории Бабьего Яра. При помощи Министерства образования и науки Украины разослан во все регионы Украины, во все районы, во всех областях Украины. И нужно сказать так, что Украина вообще-то первая страна на постсоветском пространстве, где изучение Холокоста обязательно. В публичных школах, в Public Schools, есть курс Всемирной Истории, есть курс Истории Украины. И в программе официально написано «Холокост», «Баби Яр», «Коллаборация», «Праведники народов мира» — это все вопросы, обязательные для изучения. Я, один из моих бизнесов, я занимаюсь изданием книг, и в том числе своих. То есть я издаю книги хорошие и свои. И вот эта, например, книга «Всемирная история», которую я написал, вообще по моим книгам учатся примерно четверть всех детей Украины. И здесь есть целый раздел, посвященный Холокосту, значит, там пять страниц этому посвящено, и в других учебниках этому делено меньше внимания и так далее. Но это регулярная, обычная книга, которая рекомендована Министерством образования и науки, то есть без этого разрешения она попасть в школу не может. Но были изданы и другие книги, и специальная программа изучения истории Холокоста как факультатив или как специальный курс, другие учебники, ну, там, «История Холокоста» и так далее. И вот сформирован был пакет этих книг, из которых мне приятно, что половина книг моих, а половина очень интересная. То есть, видите, есть моя половина, есть хорошая. Это учителя украинских школ писали методические разработки о том, как изучать Холокост на уроках истории, на уроках общества знания, на уроках этики, какие внеклассные мероприятия проводить. И вот лучшие методические разработки, они были собраны и получились вот такие сборнички. И вот этот комплект где-то из пяти и шести книг разослали во все области. Это было при помощи и вот этого проекта изучения Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности, и при помощи Клейс Конференс, и при помощи Министерства образования и науки Украины. Вот такая интересная компания.